привет всем зрителям нашего видеоролика сегодня вот мы хотели закоптить курей на заказчик попался чтобы закоптить полутушками ну в общем мы стараемся сделать так как просит заказчик соответственно мы уже по солнечной меси подготовили в нее входит соль сахар смесь перцев зелень паприки можно добавить а также можно добавить еще и сухой чеснок многие говорят что в копченый продукт добавлять специи ну нет необходимости так как он не чувствуется в продукции могу сказать обратное вот именно в коптильный москит мы тоже раньше думали что нет такого но когда начали коптить именно в этой коптильне мы почувствовали что все-таки нотки специй присутствует так как это коптильная сделана правильно в общем нас она полностью устраивает и наших заказчиков продукции тоже устраивает вот сейчас их замаринуем и оставим но примерно где-то около суток потому что курица ну как бы она быстро маринуется вот а дальше посмотрим что у нас получится будем мариновать вот таким способом контейнер конечно много раз взяли побольше вот ну примерно где-то вот так вот хорошо протираем делаем массажик курочки извиняюсь конечно может быть это многих не устраивает что я вот именно вот так вот вам в подробностях все рассказываю многие говорят что можно уснуть но в принципе для начинающих коптильщиков я думаю это будет полезная информация конечно у нас не профессионалы видеосъемок но думаем что все таки кому-то может быть и будет полезно кому-то и нет так что все люди разные хотите посмотреть ставьте лайки классы или любые комментарии то есть мы выслушаем любые конечно комментарии и положительные и отрицательные но опять что хочу сказать мы все это готовим и коптим в коптильный москит вот конечно мы сейчас жалеем наша семья то что мы не купили большую так как мы купили коптильный москит и уэк один вот она загрузка всего на 10 килограмм конечно хотелось бы сейчас ее приобрести побольше но думаю все это у нас еще впереди вот всем кто хочет заняться копчением желаю приобрести сразу хорошие и как бы больше загрузки и соответственно суховялощный шкаф так как у нас вы тоже нету на тот момент было как бы не очень у нас с денежкой но как бы в будущем мы планируем что все таки мы все это себе приобретем ну вот примерно вот так вот мы все будем пересыпать и оставлять мариновать ну примерно на сутки через сутки увидимся будем смывать суши и ставить коптить все до скорых встреч здравствуйте и вот прошли наши 20 часов после засолки наших полутушек сейчас вот мы хорошо промываем и будем ставить сушить так как у нас нет суховялощного шкафа как мы его планируем еще приобрести обязательно будем брать суховялощный шкаф москит потому что у нас такая картине нас она эта фирма очень хорошо устраивает мы ей очень довольны ну и думаю что как бы в будущем будем расширяться все вот мы смыли хорошо наши полутушечки и пойдем ставить сушить сушить мы будем в домашних условиях вентилятором когда посохнет продукции я все вам покажу все до скорых встреч вот мы дошли до этого этапа когда наша продукция подвялилась со всех сторон мы и хорошо просушили вот в таких мы условиях как бы домашних провяливаем хорошо продукцию если продукт будет влажный то соответственно продукция коптильный москит получится ну не очень как бы красивая из-за того что будет скопление влаги прежде чем коптить коптильный москит нужно хорошо просушить со всех сторон продукцию так лучше и равномерно ляжет загар вот сейчас у нас на продукции хорошо просохла как видите вот и теперь мы будем ее вешать коптить все ждем результата пока пока вот и подошло концу наше копчение буквально 20 часов назад мы замариновали с вами полутушки курей оставили их на 20 часов затем мы их хорошо промыли просушили и поставили коптить в коптильный москит как я уже говорила что нам нравится смотрите какие они красивые сочные цвет какой у них приятный а самое главное натурально никакой варки никакой химии нам очень нравится и всем рекомендуем коптильный москит в общем у нас вот прошло буквально час тридцать по коптильный при температуре 110 градусов зоник у нас стоял на 150 также мы коптильный со статикой составьте к нам больше нравится более глубокое проникновение делает в продукцию смотрите красивая продукция я приношу свои извинения то что мы разрезать не можем так как это на заказ но как нибудь следующем видео я обязательно вам все это покажу вот а сейчас я не могу вам разрезать желаю всем кто хочет начать свой небольшой бизнес либо просто для семьи вкусно копчение чтобы вам не покупать лучше приобретаете коптильный москит конечно дороговато но я вам скажу она этого очень и очень стоит так как нам очень понравилось такое оборудование в принципе это готовый бизнес как я уже ранее говорила потери минимальные а вкус и качество очень натурально очень нам очень понравилось и всем кто у нас уже пробовал нашу продукцию в коптильный москит всем очень очень нравится советую всем приобретать коптильный москит в комплекте суховялочным шкафом вот еще раз можно повторить что мы мариновали с разными специями специями специи ощущаются они очень вкусные поэтому хоть и говорят что коптить нужно только соль и сахар нет добавляйте все кайму какие нравятся специи в каждом кусочке копченой продукции все равно сохраняется нотка ваших любимых специй всем спасибо большое за просмотр и ждем ваши лайки а также разные комментарии положительные и отрицательные всем большой большой удачи в начинающих копчениях будем надеяться что наше видео вам хоть какую-то капелечку поможет вот кому конечно не нравится можете также прокомментировать мы не обидимся мы примем любые комментарии может быть что-то изменим для себя может быть вы что-то для себя поменяете ну на этом мы завершаем наш видеоролик всем пока пока до скорых встреч а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...